элемент хоррора посмотрите нас поливает осадками сальником он меняет батарейку в камере камеру в батарейке радуга о смотри огонь а я снимаю контент огонь главное в радугу не врезаться это же когда летал с радугами мне один человек задал вопрос игорь почему вы не догнали радугу я говорю как это догнали ну причем взрослый человек образованный вроде как наверное вы так если вы полетели вы могли до нее долететь это невозможно хорошо опускаем нос разгоняемся и сейчас под вот этой вот страшной тучи немножко промчимся о как красиво озеро с речкой сверкают посмотрите какой удачный кадр я поймал осадки слева осадки справа а вы посередине далеко коня ну как видите ничего страшного что по есть я мечтал вам я снял я уже четыре раза было молния мы хотим тоже еще раз чтобы прям было красиво красиво дольше плюсики я бы конечно хотел показать сергею радугу но не уверен что она будет тем более радуга знаете как в современном мире особенно в одной стране за радугу могут и посадить сейчас какой-нибудь дурак донос напишет скажешь у волков пропагандирует радугу потому что она ему нравится но мне нравится действительно красиво когда солнце светит в капельки вот выйти нашли же дебилы которые до меня 7 донос написали ну вот и такие живо ведутся с радугой я думаю что иногда в обществе людям больше делать нечего то есть там принимается куча законов лишь бы их принимать тоже здорово общество справиться со всякими радугами и прочим они здоровые все эти оптические явления они достаточно хитрые друзья жалко хотелось радугу я вам ставлю какую красивую радугу из других видео двойная шаровая радуга вот это вообще о вырвите мне все глаза я хочу это видеть еще выше по земле все теперь я подмывает меня еще раз пошалить вот так ведь можно из волны свалиться совсем такая такая жизнь и посолил в тюрьму вратара пожалел вратара про радугили всю высоту на час опять с низов через ротор здравствуйте глубоковажаемые любители летных видов спорта мы снова в небе на канале мечта летать и сегодня у нас будет такая очень животрепещущая тема радуга вы будете смеяться какие сейчас но вы знаете что я купил планер dg 500 м и у него была одна удивительная особенность вот здесь такая цилиндрическая деталька на форточке и вот здесь призмочка такая и вот они пропускали солнечные лучи и давали красивейшую такую радугу вот здесь кусочек радуги представляю через фонарь россии раскладывает на радугу очень-очень красиво сейчас фоточку сделаю мне было очень удивительно потому что ну понравился этот эффект очень красиво я сделал пару роликов там радуга на перчатке радуга там не знаю как то еще что-то еще о радуге и каково уже было мое удивление когда мне в комментариях посыпались такие вот фразы что волков а ты вот такой а ты значит кого-то там защищаешь ты значит за кого-то там голосуешь короче вот такой буду бред я сначала числе одну я сразу понял конечно потому что уж об этом очень много разговаривают но я был удивлен зачем это притягивать сюда потом я просто посмотрел почитал подумал и понял что некоторые просто неизлечимо больны причем больны не те кто там вот как раз там у кого символ радуга а больные люди которые притягивают это все вот ко всему то есть ну вот не знаю у вас какая ассоциация с радугой у меня сразу же детство первый вот эти гроза радуга мультики всевозможные там это радуга на всех детских картинках фигурировала и как бы никаких проблем у нас не было с этим я скажу больше уберите детей голубого экрана я например узнал откуда дети берутся в семь лет или восемь но я уже был явно в школе я играл на там у бабушки во дворе наступил на бутылку меня разрезала ногу и отвезли меня в больницу и дальше там больницы были мальчики постарше одного было там 14 другому 11 там ну короче такие большие мальчики я там семь-восемь лет как у карлса на этот и они расскажут они начали проразговаривать там они там один рассказывал как он значит с девочкой целовался другой что-то еще и так далее я лучше значит развесил и они так не спрашивают игорь от ты знаешь откуда дети берутся ну не знаю я как-то никогда над этим вопросами задумывался вот ну там как-то но это у мамы папы спрашивал как-то повода не было ну как слышал же в капусте напоминаю что не так ну как-то особо действительно мне было как-то мне интересно удивительно так и они мне рассказали игры вы вообще в своем уме учет сообщи такой рассказываете нет горит именно так и вот вот прям так будет прям так то есть мой мир рухнул тот вот мой спокойный мир детства просто рухнул в одночасье значит вот таким вот воспитанием ну потом конечно я там учился в школе был все приходили биологию там где что-то нарисовано но наверное самые яркие впечатления у меня были от книжки которые нашел у мамы и папы в шкафу друзья не знают печатают ли такие книжки сейчас но это был самый сдать такой 33 раза переизданный и конечно мои волосы вот здесь стали дыбом ну в общем ужас я устал все вот до части за пару дней я узнал все все как бывает почему бывает зачем в каких вариантов мне кажется камас утра отдыхает все там была такая за книжка мне было дико интересно но это никоим образом не повлияло на меня не сделалось извращенцем потому что не знаю я до третьего курса вообще девочками особо не интересовался ну не ну конечно очень интересно мне казалось что это вот такие очень страшные существа какие-то такие которые вот ну как бы интересно но вот учиться еще интереснее и я был настоящий боевым ботаником там времена и стипендия в каи там испортили меня парапланы я начал как это про планах до третьего курса и покатился по на склонной ну до этого конечно там не было первая любовь мы переписывались письмами там девушки из черновцов таня и как-то вот ну а потом получилось парапланы я увидел новую миру для меня там это вся наука конечно тоже хорошо но я видел реальную красивую жизнь и все ну и дальше мне там третьем курсе появилась девушка наталья которая моя первая собственно женой стала никак на меня не повлияло вот это знакомство с каким-то страшной книжкой такой ужасный также допустим на меня никак не повлияло знакомство ну лет наверно в 30-35 где-то плюс-минус я узнал ну я и знал до этого ну как то тут вот в средствах массовая информация определенной страны начали значит что вот все вот за границей вот здесь вот вот видите французский городок в котором ну вот точно они есть да и там вот дайте ручку да и ты 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 прямо в волну взял да я тебя хотя я хочу а я вам покажу где не водится вот город ларань и вот во всех этих местах по мнению на так сказать определенных лиц в определенных странах водятся вот те самые страшные люди которые не знаю там делают что-то страшное друг с другом и младенцев практически в колыбели режут и так далее и тому подобное и с ними нужно бороться вот прям аж сил нету мне кажется друзья надо бороться с дебилами которые считают что такой благополучной стране как франция есть какие-то проблемы такого характера то есть ну я при этом ну постоянно читай в комментариях только да у вас тут вот они там вот везде и парады бегают и еще чего-то еще чего-то в мозгах у вас это я не за свою жизнь счастливую но я пересекался с людьми нетрадиционной ориентации если уж у нас пошел такой откровенный ролик первые знакомства у меня было в кончинке это место где мы летаем на парапланах мы покатали какого-то архитектора как раз вот если у франции то французов французской инкред архитектора талантливого который работал в тот момент значит в россии что-то делал и он ну немножко капельку выпил и вечером начал приставать ключи мужем люси был огромный такой геолог у нас кличка у него была геолог он сам был в камчатке очень родился этот регион был даже какое-то время то ли министром природных ресурсов камчатке том что то ли министерстве кем-то мы конечно очень с грустью отзывался состоянии дел там и ну так вот рассказывал что волков конечно ты ждать даже не представляешь какой ужас 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 ну не менее об этом мы о том что он копал яму большую для мусора и показала быть вот геолог и даже вот так сказать архитектор как сдуло вообще сразу и дальше где-то через полчасика он подходит подсаживается ко мне игорь мне нужно с вами поговорить а я был тоже как бы капельку вот ну вечер и все дела по чай я архитектор человек творческий да ну это хорошо все ну вот мне нужно вдохновение думаю ну в принципе все вдохновение нужно ну тут меня черт дернул спросить а я то могу как помочь он на меня смотрит обними меня покрепче о и друзья мы не перестал быть прежним я испугался сказали деньги извини но так бы я вот кстати посмотрите какая красота чтобы не разбавить эту тему страшного ой и личные ужасы это мы пытаемся выбраться в атмосферную волну посмотрите как шикарно совершенно летает лучник огонь я спрятался в палатку даже не в палатку я спрятался в машину закрылся замки и лег спать это о чем говорит о моих личных фобиях что вот человек принципе на обычный он ничего страшного не сказал мне ну для меня было это вот ужасом ужасом то есть это где-то внутри висит у нормального человека и наверное это то что заставляет но вот скажу честно мне не нравится например когда там мужчина с мужчиной целуются не нравится слова совсем женщина женщины тоже не нравится так получается то есть я при этом мне не нужно чтобы принимали какие-то законы о защите моих прав на это не смотреть я просто не хочу этого и не делают какие еще права могут быть ты просто берешь и в этом не участвует зачем нужно еще какие-то законы оказывается но вот некоторые стране читать что оказывается нужны законы которые охраняют кого-то нужно меня условного от происков от тех самых страшных и жутких но вот так ли они страшные жуткие ну понятно что они устраивают иногда какие-то парады но тоже знаете если это физиологический процесс вот такая штука то есть человек или такой или такой вот мне не нравится когда так делают но есть люди которым просто от рождения так получилось что нравится но такие не у родились я не знаю вы рождаетесь у вас две ноги три руки в смысле две руки а если у вас не знаю у кого-то что-то не так там кто-то родился с каким-то отклонением но это же ну вот это бывает эта природа это там не знаю мутация ой и теперь из-за этого человека говорит что ты вообще там ужасный страшный плохой это трагедия человека на самом деле который так так таким родился и чем ему меньше проблем наверно доставить жизни тем будет лучше перевиспитывать его ну я очень сомневаюсь ну вот не знаю попробуйте перевиспитать в себя там вот в это мясо любите скажите а я теперь буду вегетарианцем потому что вот они знают правительство так решило что все будет вегетарианцы вы будете мечтать об этом куске мяса не знаю 2 вот мы вчера утку ели какая это была утиная грудка я как-нибудь сниму вам роли как я готова лютиную грудку так вот ну примерно так же или например вегетарианцы которые но не принципиально не хочет он есть это мясо вот у него в мозгу такое ну может быть ему действительно невкусно и вот скотина должен есть мясо ну это бред вот тоже самое бред и в этом случае и какие есть нюансы что к этому реально привлекается бесконечное количество внимания ну в отдельно взятой стране допустим то есть я бы например как-то не видел законов чтобы кто-то был сильно озабочен вот этими законами какой-то там чего-то там пропаганде других законов принимать не нужно все уже принято там закон принято дискредитации там армии по которым можно любого человека за слово война посадить все прям все хорошо в стране прям все прет все замечательно вот обязательно нужно заняться гейми лесбиянками вот друзья вот честное слово я нигде в мире не вижу такого яркого интереса к этой теме как вот в отдельно взятой стране вот просто танку всех прет и комментарии оттуда прут что ах вы значит радугу показали вы теперь такие успокойтесь просто вот реально успокойтесь нет выпить и валерьяночки там не знаю как-то настроитесь на что-то позитивное делайте что-то не знаете своей страны что-то похожее на вот ту же францию где полторы тысячи евро минимальная зарплата сколько там у вас напомните пожалуйста и например вот смотрите там вот вот один аэродром вот город сер за ним аэродром наш потом аэродром следующий соответственно дальше сколько тут еще аэродром чего это все для планировочков дальше вот им части стирон покажу вот он сестерон еще один аэродром там дальше лес дизайн барселанет вот за облаком не видно аэродром сан тобан аэродром винон аэродром пимасон вот это огромное количество аэродромов находится в радиусе 50 километров и сделано но для людей чтобы люди могли летать на самолетах летать на планерах и так далее и в принципе почти каждый житель этой страны может себе такое позволить потому что в клубе например который находится в конце нашей долины тем час опять же покажу откуда готовилась вот там полторы тысячи евро стоит членство в клубе с возможности научиться летать на планере это одна минимальная зарплата в этой стране вам конечно расскажут другое что здесь оказывается французы такие гады они тут бастуют жгут массы на всех убивать за что они бастуют за что они машины жгут ну хотя там дать три машины сожгли я скажу чтобы это не было тысяча как с д'артаньяном они не хотят работать 64 года и могу сказать почему это очень очень просто потому что у них по определенный тип начисления пенсии пенсии начисляется по последним годам работы и по коэффициенту то есть все предыдущие учитывается и ну вот сложная формула достаточно сложно и в ней вот эти годы перед пенсии очень важны если возраст увеличивают на два года то в определенном типе профессий к сожалению ты не можешь до тех же 64 работать эффективно ну скорее всего тебя уволят или ты просто перейдешь на более простую работу или ты в конце концов устал и хочешь работать попроще в этом случае твоя пенсия изменится и французы борются за свое право не идти на пенсию в 64 года вы боролись за свое право товарищи россияне когда была этот футбольчик вам под футбольчик эту пенсию 65 или сколько там у вас сейчас присунули вы даже не хрюкнули то что сначала отменили митинги футбол же как же у нас же великое дело футбол то мировой чемпионат и под это дело втюхнули за кончик вы вспомните себя вы ничего сделать не смогли и сейчас тоже не можете даже пикнуть не можете а французы могут и пикают и может что-то поменять своей стране по крайне у них никогда не будет президента который будет править 20 лет и это хорошо но мы не об этом мы великих законах так сказать нетрадиционных меньшинствах я знаю где где большинство вот этих тех кого можно назвать так но наверно какой-то государственной думе или на государственных гладящих постах потому что уж точно не на не народе своем заботится о чем-то другом у вас богатая страна у вас огромное количество что-то у вас хотят стыдить нефтегаз ну хорошо есть норвегия ну член над конечно вот но в норвегии будучи поколения они будут могут есть этот нефтегаз который сейчас тратится деньги с этого нефтегаза долго и счастливо там же достанутся в наследство долги российской федерации разоренные недра и неизвестно как вы будете жить дальше тоже те же арабы тоже отстроили кучу городов тоже у них есть накопление гражданам там родился вот те денег там женился вот эти денег он просто знаете как в арабских эмиратов которых тоже нет есть живут хорошо живут у вас же какая минимальная зарплата вот даже по сравнению с той же францией который все плохо кстати гаешь налоги огромные франции это социальное государство то на тот социализм который мечтали построить там вот эти все коммунисты и так далее да действительно здесь богатым быть невыгодно потому что действительно на богатство очень большие налоги скала прогрессивно чем у тебя больше денег тем ну если ты патриот уже патриоты заработал придумал схему заработал денег и ты с удовольствием отдаешь их на налоги своей любимой стране но этого долг любого патриота да наверное ну и так же французы вот у них считается что если ты под настоящий француз работаешь во франции зарабатываешь много денег ты отдаешь налоги стране и достаточно большие там но если ты зарабатываешь 1500 евро на члена семьи в месяц ты вообще ничего не платишь там есть очень хитрая ставка то есть вот там все ну если денег немного то ты платишь немного ну вы да у тебя и пенсии будет не огромный так далее но вопрос что несчастны ли бедные французы от того что у них ну там нету столько вот столько денег нет друзья здесь огромное количество счастливых людей вы даже не поверите просто в это потому что в этого не видели вам показывают другое что они тут ну что тут все тут хер без масла доедают умирает погибают и так им все плохо государства социальные они тоже кучи всем нет всего недовольны просто дождь ну по своей сущности он будет всегда чем-то недоволен ну я всем доволен бывают другие люди и тому этого не хватает тому этого но в целом они живут ну как вот это вот и довольствием только такой вот проект проявился убежала а так ты видишь на выходные правый разворот потому что нам надо опять назад на фронт облаков выйти все вполне оставаться они живут здесь магазину например где работает по выходным потому что считается что в этом случае люди которые работают в магазине пойдут и проведут время с семьей здесь достаточно четко есть обед то есть вы не поверите но здесь кучу магазинов нельзя ничего купить днем два часа потому что обед уж все сотрудники спокойно идут и вкусно обедают и два часа жизни живут прекрасных обед это общение это ритуалы традиция нет тут патагонства вот этого и это такая традиция она перечит наверно большинство людей привыкших жить вот в этом ритме монгополиса там я сейчас должен там вот это вот это вот это то есть они меньше наверное зарабатывают но реально они больше живут в том числе выходные то есть мы здесь очень очень яркие вот эти традиции хорошего проведения времени семьей не знаю спорта какого-то еще чего-то то есть вот сравнивая жителей той же москвы в которой прожил там лет 15-20 и вот французов ну понятно что здесь глубинка это вот реально дыра считается вот депрессивный регион в котором там даже налоги на недвижимость платить не нужно вот но они даже в этом достаточно бедном регионе очень ярко живут вот подумайте об этом вот прежде чем там писать в комментариях и подумайте почему вам не хотят показывать вот этого всего что есть здесь плюсе а показывает что здесь живут одни эти самые и те самые да просто потому что очень выгодно не знаю определенному типу людей запереть стадо баранов своей отдельно взятой стране меньше кормить и больше доить только поэтому поэтому именно поэтому принимаются все дебильнейшие законы которые принимаются в последнее время ну чтобы можно было проще забирать в армию нужно стадо для того чтобы воевать значит нужно лучше забирать никогда что не говорили что будет мобилизация но она почему-то случилось сейчас говорят что второй волны мобилизации не будут но зато классно всех переписали вот госуслугу поменяли вам электронные шейнички на деле ну то есть это все потихонечку происходит но почему-то все больше озабочены не этом а сексуальным меньшинствами и этой пропагандой так вот мне кажется что вот тех кого так называют они вот правительство сидят ой а теперь собственно самих меньшинствах то есть наверное мое отношение вот это когда испугался она не совсем правильно то есть это мои страхи мои какие-то внутренние проблемы это мои проблемы в данном случае они их и потом я в жизни пересекался с определенным количеством людей нетрадиционной ориентации и пока у меня из всех кого я видел самые положительные впечатления потому что никто из них не выпячивал вот это свое я посмотрите я такой но не просто многие дороги атакой вот мы как-то ужинали в ресторане на тенерифе у двух геев и вот они вместе обслуживали нас один готовит другой официантом работает у них ресторана двоих и слушайте это выглядит два счастливых человека если они вот делают свое дело не любит готовить еду как они живут с собой зачем они так живут меня это не колышет я съел одно из самых вкусных блюд своей жизни самообслуживание сама атмосфера ну то есть очень красиво было и после этого я думаю что может быть вот это нормальные люди а те которые не знаю готовят говно и говном кормят людей вот они как раз вот те самые девочек я встречал таких очень нетрадиционной ориентации ну тоже в общем-то нормальные девочки но так им нравится ну ну и что но они вполне талантливые там из нарису то есть часто допустим это бывает в какой-то такой творческой среде но может быть мне повезло встречать но в конце концов это их право это их возможность мне кажется нужно этому уделять чуть меньше внимания и просто по по этому поводу не париться и отвязать слова радуга своем мозгу от этого дела то есть от зачем собственно это ролик оставьте радугу в покое просто не трогайте при этом не те кто сделал ее символом а те кто из-за этого теперь там устраивает вы больше знаете как не думать о коте есть поговорка вот попробуйте не думать о коте я должен не думать о коте вот картинка этого кота будет все время в мозгу всплывать то же самое и здесь из смешного друзья я взлетел вот час и вот посмотрел новости на телефоне пока там вот возился илья у меня тут в этой волне еще ролик не писал и увидел цифру что 2700 людей официально в российской федерации сменили за четыре года пол в паспорте но при этом по текущему закону не нужно пока еще доказывать что ты делал хирургическое вмешательство просто результаты психологической экспертизы еще чего-то еще чего-то и ты можешь написать что я уже там не мужчина женщина в чем выгода быть женщиной друзья в армию не пойдете есть видимо люди которые начали активно этой поправкой пользоваться потому что сегодня вот 24 апреля и приняли опять в госдуре на закон в нет не принято отправили закон что нельзя теперь будет вот так просто менять пол без курсургического вмешательства теперь может быть только сыр но опять же если посмотрите статистику например той же испании то вы удивитесь вот просто залезть и посмотрите сколько там людей сменила так сказать пол за год за четыре года цифра вас удивят от слова совсем вот эта проблема на мой взгляд избыточно раздута и вместо того чтобы принимать законы которые будут вот это вот корежить просто там кучу фильмов в итоге запретили не знаю есть замечательный фильм если вы не смотрели enigma когда во время второй мировой войны расшифровали вот этот код которым шифровались все переговоры немцев и вот эта расшифровка позволила спасти огромное количество людей вот действительно очень большое и человек который это сделал который собственно был звездой этого проекта он был ну не традиционной ориентации и уже после войны так как это было в англии естественно все запрещено то время и его отправили на принудительное лечение достаточно жесткими лекарствами в конце концов он не такой вот по почву жить самоубийством то есть государство которым он сильно помог она взяла и прикончила этого человека внутриальная трагедия поэтому вот этот фильм нельзя смотреть да это замечательнейший фильм я вам категорически рекомендую его посмотреть в свое время я помню нашумел какой-то фильм горбатая как это гора или что-то в этом роде я даже посмотрел из принципе потому что все об этом говорили чтобы это страшный фильм ну тоже какой-то людской трагедии то есть ну это сказать что там какая-то чего-то пропаганда но это теперь смотреть нельзя и не знаю переименовывает торговый центр радуга детские садики радуга еще что-то переименовывает потому что это звучит очень или фестиваль есть радуга его тоже переименовали вот ну бред же но люди подстраховываются которые это организуют потому что да ну да потом какой то будет еще намек поэтому друзья я буду радугу снимать снимал снимаю и снимать буду и мне абсолютно по барабану что думают об этом идиоты у которых в голове наверное вместо мозгов какая-то каша не знаю удобрение какое-то может быть положили то есть это их проблемы если вы больны я вас не неволю болеть этим дальше боритесь ветряными мельницами но добрый совет найдите все-таки более удачную так сказать цель для приложения своей энергии и боритесь с чем-то таким наверное более серьезным например с тем чтобы например в той же в российской федерации стало больше аэродромов чтобы могли летать на планерах не жалкие там 300 600 человек а как в той же германии 60 тысяч причем дедушки на пенсии дедушки у нас вот сегодня до собрали планировочек и полетели пенсионеры сколько таких пенсионеров встретите в самой правильной стране мира немного так боритесь за это сейчас за что-то серьезное за то что делать свою страну раем и рай начинается не с того что понимается законы а защите чего-то там чувств кого-то там пропаганды о том что просто много поколений аккуратно здесь тоже ворует но когда я это не видел и думаю что значительно меньше чем но страна постепенно превращается в очень красивое место для жизни вот поверьте она здесь вот именно такое это работа ни одного дня и ни одного года на десятка лет это работа поколений и поколений не с отрицательным отбором когда всех думающих нормальных адекватных людей вынуждает или эмигрировать или просто уничтожают остаются серость быдло и не знаю те кто выслуживается еще что то то есть вот реально чувствуете иногда что какой-то отрицательный неестественный отбор царит я не говорю что хороших людей нет хороших людей полно но вот именно заставляет выдвигаться заставляет за кого занимает руководящие посты на еще что-нибудь вот не знаю не с дни самыми лучшими качествами с этим я довольно часто встречался и чем это государственное предприятие тем это ярче выражено борцы с радугой друзья часто несут на себе флаг традиционных чем ценностей и тут вам всегда вы стоит тогда подумать а что такое традиционные ценности ну понятно что отношения мужчины и женщины но часто говорят что традиционные ценности это оказывается еще и место например женщины в семье и в разных странах мира существует достаточно убогий на мой взгляд формирование где женщина не считается за человека что это вот нечто такое что можно там она должно там никуда не отсвечивать носить некрасивую одежду не показывать лицо еще что-то в этом роде доходит опять же до радикальных решений когда например женщинам отрезают делают обрезание женское именно для того чтобы женщина не чувствовал ничего потому что иначе вот она может захотеть чего-то не хорошего и вообще это все и не нужно это вот вот определенно есть радикальные течения и они тоже исповедуют что это оказывается традиционной ценности что всегда так было что девочки должны делать так так и так недавно был была помню историю когда через грузию хотели выехать девочки которые говорили что у них вот семейное насилие что там братья там и так далее они вот в определенным образом давит на них и они хотят жить по-другому они пытались уехать дошло до того что в светском государстве в российской федерации женщина с паспортом не может пересечь границу уехать пока не разрешу мужчина и только вмешательство в правозащитных организаций позволило этим девушкам уехать там и покинуть страну ведь согласитесь это неким образом бред некоторые могут подумать что я не за традиционные ценности друзья но за традиционные однако вопрос куда этот путь может вас довести например в том же иране тоже ценности традиционные недавно помните было сколько столкновений на почве того что женщину которая неправильно носила этот вот хиджаб забили до смерти дальше куча людей встала на защиту на попытку поменять стране как-то что-то там же эти стражи исламской эволюции слушать это на самом деле жуткая история как из нормальной страны в которой было все достаточно прогрессивно все превратилось какой-то вот этот средневековый ад но если вам нравится средневековье с другой стороны может почему бы и нет ну тогда можно вообще классно перейти к крепостным крестьянам то есть была хорошая традиция на руси были был там царь потом барин и крепостные все было удобно и логично это может быть даже и праздники хорошие устраивали там и вера была и там за бога царя из отечества можно было воевать классно но это же вы понимаете в современном мире это все управление то есть любая попытка на мой взгляд притянуть традиционные ценности вот эти вековые подтянуть скрепы и прочее это не попытка сделать вас лучше но с лучше вы сами можете сделать подца если вы читаете если вы занимаетесь образованием своим и собственных детей вам не нужна защита от государства от каких-то там непонятных вещей то есть умный человек сам догадается и сам поймет а вот если человек немножко туповат таким какими вот делает современное образование легко верит там телевизору и прочей всякой гадости то он конечно дальше может стремиться и там весь мир вокруг нас одни враги то есть можно просто задуматься что огромная планета земля на ней огромное количество стран и тут вдруг одна страна абсолютно правильная и непогрешимая а все вокруг одни вот д'артаньяны еще традиционных ценностях в некоторых народов например традиции считается использование осликов для определенных целей ну потому что так получилось и там например так нельзя всяк нельзя и так нельзя тут ослик ну и вроде как взя ну и даже анекдоты по этому поводу часто рассказывают директор школы там сидится в кабинете и тут не мучительность прибегается газировка там где там дети 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 что что дети дети на заднем дворе от это ослик ослика ослик какой ослик белый или серый белый ой не волнуйтесь белый ты детский можно по этому поводу скажите вы скажете что это никто взялся на ровном месте ну я не знаю откуда тогда все про все про это говорят как говорят что вот в европе только того и делают что вот вокруг люди бегают ну я также могу сказать что вот знаете где-то вот говорят что с осликами грешат поэтому неизвестно куда вас могут завести средневековые так сказать истинные ценности может и доосликов предки так делали значит и мы должны многовековая правильная традиция на по этому поводу могу рассказать еще один анекдот артур у меня есть такой который в свое время воевал снайпером во время грузинно-абхазской войны и любил рассказ за денег анекдот он говорит волков ты бит знаешь зачем на настоящему там скажем так человеку зеркало яблоко и болотные сапоги в горах не слушай артур ну вот ни одним глазком не понимаю не представляю это представься что если тебе нужно значит козу то ты значит идешь вставляешь козе задние ноги болотные сапоги отдаешь яблоко чтоб она ела ну и соответственно вот все артур ладно понятно а зеркало то зачем а зеркало смотришь обзади никто не увидел или никто не подкрался вот откуда друзья берутся такие анекдоты вот напишите в комментариях и так сказать давай будем славно с вами подискутируем на предмет избыточности некоторых мер попытка доказать что все вокруг враги это каким-то образом может быть пожалеть себя мне хорошая история есть когда я был в санаторий в четыре годика и как это у меня была краснуха фигуха я уж не помню что такое за чего меня закатали об изолятор и вот я попал в изолятор и вокруг детишки которые вот свободные которые вот я в изоляторе они снаружи и они также мне улыбаются там там девочка бета подарил мне зайца какого-то там мальчик арнос тоже что-то там нарисовал мне какой-то рисунок я помню что но они вот но они недолго он не сколько ребенок может внимание дать на 15 минут они 15 минут со мной поиграли через это стекло изолятора и потом ушли там там носик вот так при прижала бета дырочки как свинку в синку поиграла помахала ручкой и убежала а я думаю ах они сволочи то есть а я то я то остался в изоляторе их то нету и думаю вот они какие я начал про каждого какую-то гадость вспоминать какую-то он делал нехорошую или еще что-то и я через полчасика честно вам скажу уже готов был там одному морду бить в другой перестать дружить и тогда и тому подобное то есть это некие эффекты уже от человеческого сознания наверное а если они еще хорошенько подкрепляются пропагандой то вывод своих соседей по славянскому народу можете причислить фашистам ой кошмар короче друзья разоконтить ролик я хочу чтобы традиционными ценностями стала делать свой мир лучше свой кусочек земли которые вам вселенная дала так сказать вот в радость для того что вот если вы настоящий патриот вы должны наверное думать что я сейчас вот потихонечку это сделаю лучше это сделаю лучше это сделаю лучше постепенно как здесь например поколение за поколением местность вокруг превратилась в рай повторю что это депрессивный сельский регион которым в основном занимаются все сельским хозяйством немножечко туризмом немножечко машинки ремонтирует немножечко еще что-то делать то есть непонятно но ведь как все рассредоточено то есть нету наверное концентрации в городе и вот каждый вот этот вот футорочек не знаю вот маленький микрогородочек живет красиво и счастливо позитивно и это очень ярко здесь чувствуется так вот это традиционная ценность делать из своего кусочка планеты земля рай на земле а не воровать его у соседа не отжимать территории то есть здесь конечно естественно там какие-то годы все то же самое было там и войны и прочее то есть вся весь мир через это прошел но однако есть наверное разница большая там не знаю прошлый век каменный век и 21 век в котором как мне казалось друзья но такого как война быть просто не может а еще больше не может быть того что слова война войной назвать нельзя это за это будет притянуто какая-то дискретация российской армии будет дебильной истории про воблу что там нет нет войне нет это нет вобле я воблу не люблю но ведь это маразм то есть до дебилизма то заходят что сидят например замечательный человек яшин мне какой-то человека дико нравится совершенно нормальные вещи говорить и сидит в тюрьме потому что его посадили за дискредитацию российской армии ну хотите друзья я армию под дискредитирую я не служил но я сталкивался с генералами варьем которые мне лично предлагали воровать государственные деньги которые выделялись на то чтобы там на базе моих лебедок делать летные школы в которых должны были учить летчиков дешево ну то что там стакан солярки на планере до 600 метров ну дешево было не надо но была идея распилить деньги на этот проект и там три раза надо было стоимость завысить и поделите я в этом должен был участвовать как молодой перспективный инженер я отказался собственно это причина переда сюда дискредитация российской армии ну скажите вот это же факт воровать предлагали предлагали отказался отказался работали мешать после этого до из-за этого уехал российская федерация потеряла в моем лице а человека с достаточно большим количеством денег но это плане в треть миллиона евро стоит я вот купил его как раз когда уехал за российской федерации дальше налоги и достаточно много их заплатил думаю в раз десять больше чем среднестатистический гражданин но эти налоги к сожалению сейчас идут наверно не на зарплаты пенсионером и так далее на войну за что я очень сожалею надо будет было быть менее честными более ушлым и дальше что еще могу сказать а дальше самое первое впечатление от генералов и прочим я был это было когда я работал еще наемный работников парависе был 97 год и при мне вот это быдло генеральских погонах ну или каких-то там погонах сидела трапезничала там они собирались парамотор покупать и вот приехали на крылацкие холмы а я жил осенний бульвар тогда я жил и я смотрю мотор туда притащил должен показывать а не гитару летун там давай-ка деликатесиков с нами рубани ну значит я там что-то с ними съел да они под это дело рассказывают как один другому учат значит как воровать у солдатиков что оказывается есть вот эти вот коровы сорок восьмого года закладки которые уже хранить дальше нельзя из них уже мумии получились но вроде как есть еще можно вот ими надо покормить солдатиков потом там капусту как правильно списывается на овощих хранилищах и делить это дырбани то есть вот вот как дойти то то говно которым кормить солдатиков то чем кормить солдатиков мягко говоря стыбрить но это одна из частей там был длинный разговор на полчаса после которого волосы дыбом извиняюсь блевать хотелось вот этими деликатесами которые сожрал только что потому что я понимал из чего не сделаны из вот этих нищих солдат которые жрут не знаю там вот это бигус киригус говнище это на комби жиру и сейчас надо по-другому я же не спорю часто намного поменялось но у меня отношение к армии сформировалась на почве знакомства с вот таким быдлом и вот если уж кто настоящий вот эти с кем надо бороться меньшинство так вот это вот это вот вот это быдло которое обворовывать страну обворовывать солдат и делать из армии посмешище с вот этими отрицательными наступлениями положительными всплытиями там что там еще веселого вам на рассказывали но ведь это может быть можно нужно верить да это официальная точка зрения а все остальное до пропаганда за который можно там посадить ой на этой оптимистичной ноте друзья я посоветую вам бороться с реальными проблемами они с выдуманными всего доброго истинных вам традиционных ценностей хорошей крепкой семьи любимой любящей жены и прощение к тем кто может не может жить так а может хочет жить по-другому потому что так получается ибо ей попробуйте это понять некоторые говорят волков ты же извращенец ты летаешь на планере ты проводишь мне восемь часов в день зачем смысл вот что вы ищете а я еще странного я хочу понимать этот мир я лечу учу людей странному учу мыслить по-другому учу развивать свой разум искать восходящие потоки путешествовать по планете земля потому что высшая ценность человечества это люди желающие странного именно они меняют человечество к лучшему всего вам доброго глубоко уважаемые любители летных вида спорта до будущих более позитивных роликов эгэгэй